Доброе утро, Ульяна! Привется, Ульяновская область! Ну что ж, как и обещали, мы хорошо провели выходные и сегодня, в понедельник, готовы ворваться в утренний эфир на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Врываемся с отличным настроением и будем с вами им делиться, заряжать позитивом на всю предстоящую рабочую неделю. И сразу, что нас заряжает позитивом, естественно, еда. И сегодня, 25 октября, Всемирный день макарон. Но мы не можем пройти мимо этого праздника. Этот праздник был основан во время Всемирного конгресса пасты в 1995 году в Риме, согласно объявленному статусу. Он объединяет любителей пасты по всему миру. В Италии, на родине пасты, традиционно отмечают этот день с размахом, устраивая фестивали макаронно. В других странах мира данный продукт также пользуется большой популярностью. В мире насчитывается больше 600 видов макаронных изделий и десяток способов их приготовления. Это без учета вариаций различных приправ, соусов и прочего. Речь именно о макаронах как таковых. Известное сейчас всему миру название «спагетти» было введено в обиход еще в 1842 году, почти 180 лет назад. В России макароны известны еще со времен Ивана Грозного в виде домашней лапши. Тонко раскатанное тесто вручную ножом нарезали различными формами – полосками, квадратиками, скручивали в спиральки и так далее. Наиболее известной формой были обычные длинные широкие полоски. А первая фабрика по производству макарон в итальянском стиле была открыта в конце 18 века в Одессе. Ну, фабрику мы открывать не будем по производству чего-либо. У нас так все хорошо, а студия красива благодаря партнеру программы «Салону цветы и штучки». Сегодня для вас работает Екатерина Теречева и Владимир Гаврилов. Поехали! «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Ну что ж, а теперь к ученым, которые рассказали, как надо ходить, чтобы быстро терять жир. Сразу хочется сказать, наверное, надо быстро ходить. Ну да, не только быстро ходить и не просто быстро ходить. Не буду спойлер давать, а сейчас обо всем по порядку. Обычную ходьбу многие медики считают одним из самых эффективных способов поддержания хорошего здоровья. Часто можно слышать об условной норме в 10 тысяч шагов. Согласно последним данным, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и 5-7 тысяч шагов в день. Чтобы добиться максимального эффекта от пеших прогулок, в том числе для фигуры, недостаточно просто быстро ходить. Отметили американские исследователи, гораздо эффективнее ходить, постоянно меняя темп. В этом случае можно говорить о повышении уровня метаболизма на 20%. Если сохранять темп ходьбы, при котором частота пульса будет 57-63% от ваших максимальных показателей, то жир будет сжигаться эффективнее. Максимальные показатели, например, для 48-летнего человека от 98 до 108 ударов в минуту. Ну это то есть надо ходить и замерять пульс еще? Вот так ходить? Можно так, можно часики специальные надеть. То есть а просто так уже не пойдешь? Будет неполезно? Вдруг я не под тот пульс шагаю? Будет полезно. Как все сложно специально для таких людей, наверное, как я, специалисты перечислили ряд ошибок, которые люди часто допускают во время ходьбы. Среди них ношение тесной обуви из жесткой подорсвой, неравномерно распределенный вес, например, рюкзак на одном плече и наклон корпуса вперед. Отмечается, что ходить нужно, ставя ногу на пятку, а затем перекатываться на носок. Медики предупреждают, что чрезмерная физическая активность требует предварительного согласования с врачами. А в нашей рубрике «ЗОЖ» о чрезмерной нагрузке речи не идет. Все в меру. Предлагаю убедиться в этом прямо сейчас. Доброе утро. Меня зовут Андриана Ваня. Я являюсь фитнес-инструктором. И сегодня предложу вам несколько упражнений для спины около стены. Эти упражнения помогут вам улучшить осанку, повысить подвижность позвоночника и лопаток. И, конечно же, улучшить самочувствие. Давайте начнем. Пятки, голени, ягодицы, лопатки и затылок прижимаются к стене. Начинайте вытяжение макушкой вверх. Представьте, что над вами потолок, и вы пытаетесь дотянуться макушкой до стены. Со вдохом тянетесь вверх, с выдохом расслабляетесь. Еще раз. Вытянулись вверх. Расслабились. Еще раз. Вдох. Потянулись. Выдох. Расслабились. Движение может быть визуально незаметно, но вы его четко чувствуете. Движение может быть вверх. Еще вверх. Выдох. Не отрывайте ни затылок, ни лопатки от стены. Еще сделаем два раза. Еще один. Отлично. Идем дальше. Отступите от стены несколько сантиметров и прижмите всю спину. Крестец, поясничный отдел, лопатки и затылок к стене. Хорошо. Со вдохом начинайте движение руками вверх. Старайтесь не отрывать спину от стены. С выдохом опускайте вниз. Еще вдох. Поднимайтесь вверх. Выдох. Вниз. Продолжайте движение. Снова вдох. Выдох. Помните про положение спины. Еще несколько раз. Следите за надплечием. Ни в коем случае не поднимайте надплечи вверх. Сделаем последний раз. И выдох. Отлично. Идем дальше. Встаньте боком к стене, прижмите плечо. Вытяните одну руку и прижмите ее к стене. Снова со вдохом раскрытие. И выдох в исходное положение. Вдох. Раскрылись. Выдох в исходное положение. Еще сделаем два раза. И последний. И последний. Хорошо. Нужно повторить на другую сторону. Обязательно вытягивайтесь макушкой вверх. Со вдохом раскрывайтесь. Держите таз в одном положении. Таз не уходит вслед за рукой. Провожайте взглядом рабочую руку. Вдох. Еще один раз. Вдох. И выдох. Хорошо. Идем дальше. Встаньте лицом к стене. И опустите руки. Поставьте руки на стену. Отведите таз назад. И прогнитесь в грудном отделе. Почувствуйте вытяжение в спине. И плечевых суставах. Оставайтесь здесь некоторое время. И старайтесь находиться без напряжения. Дышите. Дыхание спокойное и свободное. Останемся еще здесь. Еще четыре. Еще три. Еще два. И один. Аккуратно поднимитесь вверх. И встаньте вплотную к стене. Прижмите плечо. И раскройте грудной отдел. Выталкивайте плечо назад. И отталкивайтесь рукой от стены. Происходит вытяжение грудной мышцы. Зафиксируйте это положение и расслабьте мышцы груди. Еще три. Еще три. Еще три. Еще два. Еще три. Один. И поменяем сторону. Снова прижимаем плечо. Отталкивайтесь рукой от стены. И раскрывайте грудь. Снова вы чувствуете натяжение грудной мышцы. Если натяжение ослабевает, вы можете толкаться чуть больше. Не задерживайте дыхание. И расслабляйте мышцы. Еще три. Еще два. Еще один. Отлично. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Если упражнения были вам полезны. А завтра вы увидите упражнения для улучшения гибкости в теле. Всего хорошего. Хорошего дня. В Ульяновской области формируется реестр родников для благоустройства в 2022 году. Вопросы восстановления источников питьевой воды обсудили на штабе по комплексу развития региона на минувшей неделе. Программа благоустройства родников в Ульяновской области действует более 10 лет. Ежегодно приводится в порядок более 50 источников питьевой воды, которые используются населением для питьевых нужд. Благодаря госпрограмме охраны окружающей среды и восстановлению природных ресурсов Ульяновской области, на обновление родников в 2021 году выделено 2 миллиона 400 тысяч рублей. Всего в текущем году будут благоустроены 29 родников. На сегодняшний день выполнены работы в Кузоватовском, Николаевском, Меликесском, Вишкаймском, Сурском, Новомылыклинском, Радищевском, Старомаинском, Цельнинском, Барышском и Базарно-Сызганском районах. Кроме того, силами лесничества и арендаторов лесных участков приведены в порядок 20 источников. А сегодня в регионе формируется список родников для благоустройства уже в следующем 2022 году. Заявки оформляются в том числе с учетом обращений населения. Несомненно, одним из самых красивых уголков национального парка Сенгелеевские горы, да и всей Ульяновской области, являются Арбугинские холмы. Территория представляет собой овраг, глубоко врезанный в северо-восточный склон так называемого Криушинского или Шиловского мыса, а станца высокой равнины с абсолютными отметками 177 метров над уровнем моря. На западе по подножию степных склонов протекает река Арбуга, а восточные отроги гор омывают воды Куйбышевского водохранилища. Основу растительного покрова Арбугинской долины составляют различные типы степей. Их распределение зависит от экспозиции склонов и условий увлажнения. По самым крутым склонам южной экспозиции распространены каменистые степи и открытые меловые и мергелистые обнажения. На ровных участках и пологих склонах с недостаточным увлажнением располагаются степи, где доминирует ковыль волосатик или тырса. В условиях лучшего увлажнения по склонам северной экспозиции распространены луговые разнотравные степи, а также сохранились почти исчезнувшие в области кустарниковые степи. Сенгелеевские горы имеют важнейшее значение для сохранения редких видов флоры и фауны Ульяновской области, многие из которых занесены в Красную книгу региона и России. Благодаря широкому развитию кальциевых ландшафтов долины реки Арбуги, место произрастания большого количества редких эндемичных и уязвимых видов растений. В свою очередь с кальцифильной растительностью связаны многие группировки насекомых. Пойму реки Арбуга облюбовал солнечный орел или орел-могильник. С другой стороны водораздела на Волжском склоне гнездится самый крупный пернатый хищник нашего региона – орлан-белохвост. Ниши, образованные в результате разрушения меловых пород на склоне Арбугинской долины, используют для выведения потомства редкий пернатый хищник – филин. Основной корм этого ночного хищника – сурок байбак, в обилии обитающей на степных склонах долины. Первое упоминание об Арбуге мы находим в заметках Адама Алиария, известного немецкого путешественника, географа, историка, математика и физика XVII века. 22 августа 1636 года Алиарий в путевых заметках пишет, что гора получила свое название от города Арбухим, находившегося здесь, и повсюду видны были знаки и следы стоявших тут некогда городов и деревень, которые были разрушены во время войн Тамерланом. Он же поведал легенду о камне. Здесь с реки между двумя холмами виден на суше большой камень длиной с 10 локтей. На одной стороне его, как говорят, высечены слова «Если ты меня поднимешь, добро тебе будет». Когда однажды русский струк на этом месте из-за противного ветра должен был встать на якорь, 50 человек, полагая найти здесь большой клад, принялись за камень, с большим трудом подкопали его, перевернули, но ничего не нашли, кроме надписи, высеченной на нижней стороне камня. Чего ищешь, ничего не положено. Владимир Николаевич Поливанов в 1900 году писал, по преданию, Арбухим был основан татарским князем Арик-Бугою, бежавшим из Орды и поселившимся здесь в 1377 году. Крестьяне рассказывают, что в этом городке прежде находили много металлических вещей, оружия, женских украшений, конской сбруи, также вырывали и выпахивали на этом месте много глиняных изделий. Нынешние археологи склонны думать, что город Арбухим все-таки располагался в левобережье реки Арбуги, а на горе было построено временное укрепленное поселение. Главным аргументом за эту точку зрения выступают сильные ветра. Здесь же, в районе сел Крестово-Городище и Креуши, находилась древняя и очень известная переправа через Волгу. Название села Креуши произошло от Кривуля-Кривуша, изгиб реки или Старицы, крутая излучина долины. С конца 18 века в окрестностях села в удобном Волжском затоне появились небольшие предприятия по ремонту судов. Со временем здесь было налажено изготовление барж. С появлением пароходов Креушинский затон стал собственностью пароходной компании «Волжская», которая построила здесь крупную пристань для зимовки судов, службы по ремонту и строительству пароходов, двигатели для которых привозили из-за рубежа. С образованием Куйбышевского водохранилища судоремонтное предприятие было перенесено на новое место и превращено в судоремонтный и судостроительный завод. Арбугинские холмы стали одной из визитных карточек Национального парка Сенгелеевские горы. Вид на закатное небо, открывающееся с вершины холмов, невероятно притягательный. Увидев это однажды, несомненно, захочется вернуться сюда снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все возможные эпидпороги превышены, побиты прошлые рекорды по заболеваемости. И на этом коронавирус, похоже, останавливаться не собирается. В Ульяновске на этой неделе количество заболевших впервые превысило 400. Ситуация накаляется и в других регионах Приволжья. Например, Мордовия на этой неделе вышла из рамки в 100 заболевших и активно идёт к 200. Мы потеряли близких, мы потеряли друзей, мы теряем в республике целые семьи, когда умирает жена, муж, сын. Мы каждое утро начинаем со звонков «помогите, переведите, спасите». И едут спасать. Кого-то оставляют лечиться дома, в особо тяжёлых случаях госпитализируют. И тут возникает другая проблема. Коечный фонд больниц нерезиновый. Правительство считает, пришло время жёстких мер и принимает решение ввести антиковидные каникулы с 30 октября по 7 ноября. Главный вопрос сейчас – превратятся ли выходные в полный локдаун, как это планируется в Москве. В Кирове полностью изолироваться не готовы. Мы надеемся, что это будет касаться бюджетных государственных учреждений и тех предприятий, которые, что называется, работают по графику 5 на 2. Мы надеемся, что это так же, как и было летом, не коснётся тех предприятий сферы услуг, торговли, общественного питания. Что ждёт ульяновцев, пока неизвестно. Своё решение об ограничениях в нерабочие дни глава региона Алексей Русских примет в начале следующей недели. А пока в области будут действовать правила, установленные ранее, но с новыми поправками. Первое касается запрета на полное проведение региональных и межрегиональных спортивных соревнований. Поэтому у нас остаётся только проведение федеральных мероприятий. Следующее очень важное предложение, поддержанное губернатором от Роспотребнадзора – это устранение возможности посещения так называемых фудкортов. Больше ничего закрывать пока не планируется, но доступ во многие заведения ограничивается для непривитых граждан. С 1 ноября QR-код станет ключом доступа в торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы и другие людные места. В спортивных объектах Саранска новая система уже заработала, но ещё не прижилась. Дело в том, что некоторые не видят для себя даже выхода. Допустим, у нас достаточно большой процент мам, у которых младенцы, у которых медотвод в связи с тем, что они кормящие мамы. А никаким документом сейчас не регламентируется пропуск людей с медотводом. Всё, куда доступ изолировать нельзя, подлежит дезинфекции. В Ульяновске обязательные гигиенические процедуры проводят для всего общественного транспорта. Особое внимание уделяется местам, с которыми больше всего контактируют пассажиры. А в Мордовии вернулись к дезинфекции подъездов. В республике считают, что такая мера поможет сдержать распространение вируса. В связи с пандемией мы ежедневно обрабатываем лестничные клетки, перилы обрабатываем, ящики почтовые обрабатываем, подоконники обрабатываем. Ежедневно обрабатываем хлорсодержащими растворами. Но всё это бесполезно, пока усилия сознательных граждан будут сводить на нет антипрививочники, антимасочники и ковид-диссиденты. Тревожно, но заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти в арифметической прогрессии. 78 миллиардов рублей расходов, что на 2,2% больше показателей текущего года. Доходов 73 миллиарда, дефицит 5. В областном правительстве обсуждали проект бюджета 2022 года. Он остаётся социально ориентированным. Более 70% расходов, а именно 54 миллиарда, направит на соцсферу. По сравнению с текущим годом на 8 миллионов больше. Основные расходы – это рост заработной платы, это рост мер социальной поддержки. Меры социальной поддержки населения, например, составят почти 15 миллиардов рублей с учётом федеральных средств. И основной рост произойдёт именно за счёт областных средств, которые составят на следующий год более чем 12 миллиардов рублей. Традиционно бюджет программный, то есть все расходы увязаны с целями и задачами социально-экономического развития области и будут выполняться поэтапно, шаг за шагом. Одно из важнейших сфер здравоохранения профинансируют на 12,5 миллиардов рублей, благодаря чему закупят новое оборудование для онкологических и кардиологических отделений. Продолжится строительство инфекционного корпуса областной детской больницы. Повысит зарплаты земским докторам и обеспечит необходимыми лекарствами пациентов. Проблемному направлению ЖКХ тоже особое внимание. Работ планируется много, а значит и деньги должны быть в запасе. Продолжение проекта «Оздоровление Волги» – это порядка 900 миллионов рублей. Это позволит нам завершить реконструкцию биологических очистных сооружений в правобережной части города Ульянска и приступить к аналогичному проекту в левобережной части города. На территории Ульянской области в 2022 году будет реализовываться 11 национальных проектов, которые будут финансироваться в рамках госпрограммы. Всего на проекты уйдет 12 миллиардов рублей. Поддерживать регион будет и федеральный центр. От него поступит 18 миллиардов. И часть этих денег уже распределили. Но сумма не окончательная. Нам необходимо всем усилить свою работу с федеральным центром для того, чтобы максимально привлечь в регион федеральные средства. По многим исполнительным органам власти уже сейчас эта работа проведена и очень неплохая. На уровне правительства проект бюджета одобрили. Теперь документы внесут на рассмотрение в законодательное собрание области, где цифры рассмотрят депутаты и обсудят целесообразность всех предложенных к обминам расходов. Порыв на улице Бакинской случился в пятницу, 15 октября. Люди говорили, за воду платим, долгов не имеем, а жизненно необходимый ресурс не получаем. Половина жителей – пенсионеры, большинство из которых и без ежедневной беготни за водой. Богатырским здоровьем похвастаться не могут. Выкручивались кто как мог. Вот эти дни вы как без воды жили, а как справлялись? А мы, как она у нас стала, плохо, чем мы, ну, заготовили посудину, залили. Вы тут начинаете? Да, это уже у нас не первый раз. Водоканал, свои действия, приехали и уехали, объяснил тем, что водопровод тут частный, на балансе города не числится, хоть и подключен к центральному водоснабжению. Наш городской водопровод проходит по улице Архангельского, а данный участок сети на балансе города не находится. Естественно, люди были опущены о том, что у них на участке произошла аварийная ситуация, и им нужно до ее устранения подачи воды не будет производиться. Трубы, подведенные к частным домам на Бакинской, такие же частные. И ремонтировать их надлежит за счет жителей этих домов. Спустя три дня споров, на четвертый, ситуация наконец-то пришла к мирному исходу. По настоятельной просьбе городской администрации, сотрудники ресурсоснабжающей организации приступили к устранению порыва. А дома Нариманова, не раз становившийся невольным героем наших новостных выпусков, снова попал в эфир. Подтвердите или опровергните, только действительно ли, что в некоторых домах Заволжского района, точно не могу сказать, жалоба была с нижней террасы, что только к 15 октября начатся отопительный сезон в определенных домах. Это так? Не так. У нас весь жилой фонд запущен, скажем, во весь 100% жилой фонд запущен на тепло было еще в начале октября. А еще глава города сослался на установленные приборы погодного регулирования и за воздушность сетей. Из-за этого, мол, система централизованного отопления работает с отклонениями от нормативных параметров. И как только температура за бортом опустится, исчезнут трудности с теплом. Но не исчезнут отчеты для галочки, коими злоупотребляют некоторые управляющие компании. Данный дом, к сожалению, управляющая компания не была подготовлена должным образом, хотя все отчеты были предоставлены своевременно. Управляющая компания отказалась от дома 22 сентября. С 1 ноября заходит новая управляющая компания. Но, к сожалению, проблема заключается в том, что нижний роздых отопления находится в ненормативном состоянии. Жители дома номер 85 по проспекту Нариманово о так называемых погодниках только слышали. За воздушности здесь нет. Зато есть разросшиеся счета за электроэнергию. Электричество топите? Да, все с выгоревателем. Когда пробовали пускать тепло? Значит, тепло пробуют пускать с начала отопительного периода. Еще раз при пуске тепла тут же обнаруживаются порывы. Сеевич, надо менять здесь однозначно всю систему розлива. Значит, это порядка 400 метров погонок трубы. Новую управляющую компанию ждать не будут. К делу подключились муниципалы. К работам приступили, трудиться собираются в три смены. Параллельно с этим городские власти взяли на контроль. Все дома, находящиеся под не самым надежным крылом недобросовестной управляющей компании. Строгий контроль общественности за работой небезызвестного областного завода «Гиппократ», который возобновил работу в октябре этого года. Опасное для экологии производство не должно влиять на окружающую среду, портить качество жизни жителей муловки и убивать флору и фауну. Принимая это за основу, ульяновские общественники составили дорожную карту, где поэтапно прописали действия самих активистов и представителей завода. Участие в расчистке пруда «Красотка» на им технике для проведения вывоза всех видов домных отложений. Перед приемкой домных отложений провести их биотестирование. То есть определить, отход это или не отход. Ликвидация барда-хранилища, мониторинг сброса сточных вод и строительства локальных очистных сооружений – то, чего так долго добивались жители поселка. Возведение строений начнется уже в этом году, завершат в 2023. Все это отражено в документе, подписанном общественной палатой. Работы по сохранению здоровья и экологии проводятся и в других направлениях. Установка пароконденсатора и фильтров на выброс в атмосферу. Этот вопрос мы решили в прошлом году. Он был на контроле, то есть мы установили новые шиберные фильтра и ежегодно проводится их ТО в случае выхода из строя и замены. Инициативная группа сообщает о нарушениях в общественную палату. Здесь отрабатывают вопрос, выезжают на место с проверкой. Такой был первоначальный план. Однако от таких полномочий инициативная группа местных жителей отказалась. Тем не менее, руководство завода пообещало не допускать впредь утечек борды, следить за состоянием вод в прудах, откуда берется вода. Экологической катастрофы не допустят. Тем более, что пока так квалифицировать события в Муловке, эксперты не берутся. Мы видим нарушение некоторых, так скажем, участков экосистемы. Но при устранении негативного фактора, эта экосистема способна восстановиться. Поэтому в данном случае, с научной точки зрения, это явление мы можем интерпретировать как экологическое происшествие. На восстановление экосистемы, убитые отходами Гиппократа, уйдут годы. Но перспектива прежней здоровой экологии Муловки уже как позитивный фактор. Осенний, ответственный, финальный. Пусть в пятницу, но субботник, которого с нетерпением ожидал не только Николай Колесников. Подавляющее большинство сотрудников «Авиастара». Душа радуется, нормально, все хорошо, прекрасно, погода хорошая. Ребята вышли как вот с энтузиазмом, что ли. Было больше желающих, но у нас серьезная производственная программа, у нас очень высокая загрузка, вы знаете, и поэтому не всех смогли отпустить на субботник. Мусор убрать, кустарники постричь. Словом, чтобы все было в порядке, этот самый порядок навести совместными усилиями. Локация знаковая, парк Антонова, излюбленное место отдыха жителей нового города и те самые дороги, ведущие к проходной предприятиям. Приятное известие для сотрудников «Авиастара». Теперь тем работникам, которые проживают на правом берегу, добираться будет в разы комфортнее. Прямо здесь, напротив второй проходной, монтируют остановочный пункт. Вот видите, уже гравий подвезли и бордюр начали устанавливать. Так что в ближайшее время здесь появится комфортная остановка. Еще одна приятная новость, что эта территория включена в план благоустройства. И то есть мы понимаем, что и очень надеемся на то, что всю зиму эта территория будет убираться, снег будет очищаться. Добрая уборочная традиция на подхвате. Сегодня в Ульяновске на субботник вышли работники нескольких сотен предприятий и организаций. В помощь им 150 единиц спецтехники. Также у нас патронный завод выходит на территорию, сквер патронного завода прилегающую территорию убирает, Марс активно участвует в субботнике. То есть крупные предприятия у нас все выходят. Управляющие компании, конечно, заняты преддуманными территориями, но также помогают уборки стек, называемых серых зон. Подготовить город к предстоящей зиме стремятся также сотрудники областного правительства, городских и районных администраций, управляющие компанией и просто неравнодушные ульяновцы. Самое главное сейчас активная жизненная позиция с их стороны. Ну и с нашей помощи активная. Также мы помогаем всегда, везде, не только на одном доме. То есть мы периодически это делаем. Татьяна Домоданова и Бахтияр Салтанов. Репортер 73. Домоданова и Бахтияр Салтанов. Репортер 73. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Ты входишь в группу риска инфицирования ВИЧ. Сейчас наблюдается активный рост впервые выявленных случаев в возрасте от 30 до 50 лет. Более 80% инфицируются половым путем. Оцени свой риск. Узнай свой ВИЧ-статус. Областной центр профилактики и борьбы со СПИД «Ульяновск». Проспект Нариманово, 11. Супер цены в светофоре. Кофе Якобс 200 грамм 243,90. Свинина на кости охлажденная. 1 килограмм 219,90. Во всех магазинах светофор Ульяновска, Инзы, Барыша, Кузоватова, Чудоклот и Димитровграда. В год книги в Ульяновской области национальный проект «Культура» открывает новые объекты. В районном центре Радищево модернизирована центральная детская модельная библиотека. Из федерального и муниципального бюджетов выделено 6 миллионов 250 тысяч рублей. Активные пользователи – дети всего района и даже иногородние. Технические возможности библиотеки дополнены зонами интеллектуальных игр, обучения, дискуссионных клубов, конференций, залом выдачи книг на дом с мобильными книжными стеллажами, ноутбуками. Запущены несколько новых социальных проектов. Добру откроем сердце, войдем в мир книги вместе, самая читающая семья. По данным сайта Гесметио, 25 октября в Ильяновске пасмурно, дождь. Температура воздуха по области ночью от 0 до плюс 4, днем от 1 до 5 тепла. В городе температура воздуха ночью плюс 1, 3, днем 2, 4 выше 0. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Итак, ученые подумали, что-то там посовещались. И знаете, что решили сделать? Оживить мамонта. Ну вообще, мечта оживить и выпустить в природу древних животных не дает ученым покоя давно. А мнение ряда специалистов, что такой трюк в принципе невозможен, энтузиастов только раззадоривают. Видел я один фильм по поводу древних животных, которых решили, значит, оживить, выпустить в дикую природу за вольерами. А потом там, чем все кончилось, ну, помню. Не очень хорошо все кончилось. Но, тем не менее, возглавил новый поход за мамонтом американский профессор Джордж Черч, который озвучил эту идею еще в 13-м году. Именно тогда специалисты учились восстанавливать геномы исчезнувших видов по фрагментам древних ДНК. Первые успехи дали надежду, что еще немного и наука сможет заселить просторы Сибири с стадами мамонтов. Правда, многие авторитетные учетные отнеслись к идее этой весьма скептически. Но и начнем с далекой истории про клонирование. Классическая технология, которая применялась для клонирования овечки Долли, когда в яйцеклетку вставляют ядро живой клетки, для мамонта не подходит. Просто-напросто не хватает генетического материала. В мягких тканях мамонтов таких клеток нет. Казалось бы, на красивые идеи можно ставить точку. Но неугомонный Черчилль сумел заразить этой идеей несколько бизнесменов. Которые, в свою очередь, скинулись и собрали на будущего мамонта 15 миллионов долларов. Правда, на первом этапе задача скромнее создать не самого мамонта, а его гибрид с ближайшим родственником азиатским слоном. Конечно, и в данном случае уже раздаются глаза скептиков. Дело в том, что такие гибриды, как правило, не жизнеспособны. Но другие специалисты опасаются, что даже в случае удачи энтузиасты столкнутся с серьезными этическими вопросами. Гуманно ли создавать животное, о биологии которого так мало известно? Если их выпустят на волю, то каковы будут последствия для экосистемы тундры, давно отвыкшей от этих гигантов? В общем, вопросов много, ответов мало. В любом случае, интересно наблюдать, что же будет дальше. А в нашем эфире дальше рубрика «Это интересно». Здравствуйте, меня зовут Людмила, я переписчик. Можно задать вам несколько вопросов по переписи населения. У каждого переписчика есть удостоверение, шарф и накидка с логотипом «Всероссийская перепись населения». На участке номер 2 надо взять информацию у 2593 человек, всем пяти переписчикам. У каждого план, это примерно по 500 жителей Муловки. А ваш адрес уточните? Ульянская область, Мелькевский район. Сколько человек всего проживает по данному адресу? Пять. Все данные вносятся в планшет. Вечером каждый переписчик делает синхронизацию, управляет в мониторинг, после которого я вижу, сколько человек и сколько домохозяйства они переписали. Если жителей по каким-то причинам не оказалось дома, переписчик придет еще раз. Конечно, в процессе возникает ряд трудностей, особенно в сельской местности. У меня в основном частный сектор. Очень много дворов, можно так сказать, домохозяйств, которые не имеют звонка, то есть очень сложно достучаться до людей. Много дворов, которые имеют собак, которые находятся без привязи, то есть невозможно попасть в данный дом. И на сегодняшний момент, за эти дни, очень часто, приходя к людям домой, получается такая ситуация, что люди находятся на карантере и не хотят общаться. То есть это тоже в данный момент, в период пандемии, большая проблема пообщаться с людьми. На каждого опрашиваемого необходимо порядка 15 минут. В каждой анкете 33 вопроса. Документы никакие не предоставляются, то есть вся запись, перепись населения идет только со слов участника переписки. Основные вопросы – это, соответственно, имя, фамилия, дата рождения, где человек родился, проживает ли на данный момент в данном населенном пункте. Он зарегистрирован здесь постоянно или временно. То есть его национальная принадлежность, его образование, где работает в данном населенном пункте, либо выездной человек. Люди идут на контакт, пока никто не отказывался, отмечает Людмила Головина. На основании данных, которые мы передаем переписчику, строятся новые школы, детские сады, магазины, больницы. В общем, вся та инфраструктура, которая очень важна для нас, для каждого человека. Особенно как мама троих детей, это я прям подчеркиваю. Мне нужны места в детском саду, в школе, ну и в больнице, соответственно. Перепись 2021 года отличается от предыдущих тем, что здесь впервые задействованы цифровые технологии. Человек получает выбор, каким образом предоставить данные о себе. Можно также через портал государственных услуг. На сегодняшний день у нас пока только 10 человек воспользуются этой услугой. Но все равно, как бы только началась перепись, я думаю, все-таки будет и больше. Через портал государственных услуг, а также в МФЦ. Напомним, всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Продолжаем эфир и продолжаем эфир модными советами о трендах, о моде. Ты бери ручку, записывай, пригодится. А что значит я записываю? А ты типа не будешь записывать? Ты все знаешь. Я уже все знаю. Я посмотрела заранее. Ну, сейчас вот мы все вместе посмотрим, потом Кате зададим пару вопросов и поймем, насколько она хорошо знает советы, которыми с вами каждое утро делятся в ведущей рубрике «Стиль». Доброе утро! С вами рубрика «Стиль» и я, ее ведущая, Дарья. Сегодня говорим о главном тренде этого сезона – кожаные брюки. С чем носить и как правильно подобрать? Кожаные штаны – это модный тренд этого сезона. Кого-то он может напугать, но на самом деле эта вещь очень универсальная. В дневное время его можно носить в спортивном образе, а вечером, надетые вместе с парой ботинок, на каблуках и блузой, они выглядят нарядно и стильно. Как носить кожаные брюки? Шесть простых, но очень полезных советов. Итак, правило первое – откажитесь от прилегающих брюк в пользу более свободных. Дело в том, что кожаные штаны облегающего силуэта не только подчеркнут достоинство фигуры, но и пусть маленькие, но недостатки. Поэтому, если выбор стоит между скини и более свободным фасоном, выбирайте второй вариант. Кроме того, обтягивающие брюки и леггинсы сейчас не самая трендовая вещь. Совет номер два – если вы все-таки выбрали кожаные скини, подбирайте верх правильно. Уравновесить силуэт поможет свободный верх рубашка, футболка, худи, свитер или джинсовая куртка, которая заканчивается там, где начинаются бедра. Совет номер три – не рассматривайте кожаные брюки как базу на лето. Все-таки кожа даже искусственная, материал плотный, он практически не пропускает воздух. А вот зимой, весной и осенью, то есть большую часть года, в брюках из кожи будет вполне комфортно. Четвертый совет – кожаные штаны простого кроя – лучший выбор. Брюки из кожи – это уже сам по себе акцентный вариант одежды, поэтому дополнительный декор или нестандартное решение по крою могут только помешать и перегрузить образ. Выделяющиеся ремешки, карманы, лампасы, цепи и другие детали будут лишними. Выбирайте максимально лаконичные кожаные брюки. Они и без вспомогательных средств сделают образ довольно заметным. Да и сочетать такие брюки с остальным гардеробом будет намного проще. Совет номер пять – пользуйтесь трендом 2020 года – кожаный тотал-лук. Кожа вошла в тренд еще в прошлых сезонах, а вот полностью кожаный образ – явление свежее. В обычном исполнении тотал-лук – это сочетание кожаных брюк и кожаной рубашки. Чтобы было проще и эффективнее, стилисты советуют выбирать эти вещи одного цвета. Совет номер шесть – кожаные брюки базовых цветов впишутся в любой гардероб. Цвета, на которые стилисты рекомендуют обратить внимание – это черный, бежевый, глубокий, бордовый, милитари-зеленый, шоколадный. Брюки таких цветов вполне могут стать базовыми, а вот со слишком яркими оттенками кожаных брюк нужно быть осторожнее. Несмотря на то, что кожаные брюки считаются одним из атрибутов байкерского стиля, они отлично вписываются в различные образы, которые далеки от брутальности. Главное правило сочетания таких штанов с другими предметами гардероба – единство и борьба противоположностей. Сочетание гладкого и шершавого, холодного и теплого, темного и светлого, тяжелого и легкого. Наденьте кожаные брюки с незамысловатым топом, удлиненным блейзером и модными лоферами. Такой образ отлично подойдет для рабочей обстановки. Брюки из кожи, простой жакет, легкая рубашка и туфли-лодочки позволят выделиться из общей массы офисных работников и выйти за рамки дресс-кода. Если же вы хотите выглядеть элегантно, подберите шелковую белую блузу вместо топа. Идеальный вариант для холодного времени года – сочетание кожи с шерстью. Вы можете надеть джемпер, пулловер, свитер или модное пончо вместе с кожаными брюками. Такой наряд всегда выглядит стильно и женственно. Невероятно и в то же время элегантно штаны смотрятся в сочетании с белой или черной полупрозрачной блузкой. Можно заправить ее за пояс или носить на выпуск. Оставайтесь в тренде, носите брюки с удовольствием. Это была рубрика «Стиль» и я ее ведущая Дарья. До новых встреч! Доброе утро! Мы продолжаем. У нас сегодня интересная, очень социально важная тема. И тема после... Вот о таких героях хочется говорить. Мы гордимся, что живем с ними в одном городе, в одной области. Ведь они нас прославляют своими чудесными делами. Ну и в любом случае понедельник надо начать с чего-нибудь полезного. И доброго. И доброго, да. Поможет нам в этом Лилия Журавлева, председатель общественной организации «Многодетное счастье». Лилия, доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте начнем с того, с чего начинается ваше «Многодетное утро». Ну, с детей, с семьи. С чего оно может начинаться? Наше «Многодетное утро» начинается с детей. То есть всех собрать, кого куда отправить? В садик, да, конечно. Поднять, накормить, позавтракать, собрать, отвезти. И потом так же. А потом есть момент выдохнуть-то? Или дальше сразу? Ой, я не знаю. Мне так несколько дней не было, поэтому меня Ульяна скретила, как говорится. Да здравствуйте, что дел одновременно. Но вот не было. Почему вас не было? То есть где мам? Почему мама оставила детей и поехала на очень социально значимое мероприятие? В нашей организации, как бы, одной из нескольких, была возложена такая важная миссия – представить регион. Дело в том, что, как бы, наша организация «Многодетное счастье» писала проект «Большие дела больших семей», который включал очень много себя. То есть там и вещевая помощь, и турслеты, и экскурсии, и разные виды мастер-класса, и творчества. И тем не менее, то есть очень разносторонние, посадка деревьев, очень много там было включено пунктов. И мы, данный проект был отправлен у нас на конкурс «Лучшие практики региона». И вот так получилось, что мы победители, у нас есть награды, теперь привезенные вот с Москвы, победители «Лучшие практики региона», нам есть чем гордиться. Вот, и в данном случае я была в Москве, представляла наш регион, и еще плюс участвовала в форуме. То есть российский форум «Многодетная Россия», где было очень много интересного, очень много позитивного, очень много знакомств, очень много людей, которые были близки нам по духу. Огромное, прям, огромное спасибо организаторам, кто организовал такой форум. Это очень большой труд. Нас все собрали. Работа спикеров была очень замечательна. То есть когда люди делились своим большим опытом с нами, как, что, где лучше, по маркетингу, там разные, да, там сферы были, разные спикеры, даже по проектам, там пять каких ошибок, например, допускают, поделились опытом. Вот что запомнилось, для примера, вот что такое запомнилось, что действительно привезли в наши регионы, можно попробовать это внедрить в многодетные семьи, в работу? Знаете, очень много было всего, вот если честно сказать, сейчас даже, может быть, даже не перечислить, потому что кто-то делился такой сплоченной работой губернаторов, депутатов и всех. То есть выстроенная система. Да, выстроенная система. Они говорят, у некоторых даже есть определенный день многодетных семей, то есть как праздник, праздничный день, где они там, например, определенный ряд мероприятий проводят в этот день, то есть они его празднуют, прям день многодетных семей. Мы, кстати, выступили, там тоже было предложение внести и сделать его таким, на чем, да, ну день отца же сделали, может быть, и день многодетных семей. Да вообще давно пора, давно пора делать все российские деньги. Вот, поэтому очень понравились выступления работ, которые как бы сплочают и объединяют. То есть были предложения того, что вот мы как организация, да, ну, в своем роде получается, что каждая организация, так или не так, помогает благотворительно, да, там, вещевая помощь или еще что-то, обмен там. Вот у нас тоже был, например, проект Скорсунского района, там, круговорот вещей в народе, да. У нас вот день обмена, то есть это определенный день, когда любой желающий может прийти и набрать вещи, то есть без ограничений, без каких-либо справок, все абсолютно бесплатно. Любой желающий просто приходит и набирает вещи. У нас, да, это помещение есть за Волгой для удобства кому-то, то есть и на правом берегу. За Волгой это в доме быта, а на правом площадь Горького дом 4. Вот такое мероприятие, оно классное, но нет ли каких-нибудь таких недобросовестных людей, которые... Нет, нет, нет. Вы знаете, я не знаю, может быть, мы открыты, и как бы сказать, и люди приходят, мы же все равно же видим, в помещение приходят люди, набирают. Может быть, если единицы, но я не знаю, мы как бы... Нам самое главное, люди пришли, забрали вещи, мы довольны и счастливы. Вот. Я вот к чему хотела сказать. То есть то, что несколько организаций, да, как бы называют по-другому, но, в принципе, это одно и то же. И поэтому было вот там в данном форуме тоже предложение, да, то есть может быть какие-то, ну, не именно прямо по этому направлению, а по какому-то другому оказать помощь, объединиться. То есть сделать какой-то проект, да, там, или грант, или что-то еще... Межрегиональный? Межрегиональный, да, выйти на межрегиональный. Плюс было предложение очень замечательное, сейчас будем в Телеграме организовать, то есть где будет каждый регион делать свое предложение, то есть вот как у них это проходит, делиться своим опытом. И они как бы в свою роду будут, как я понимаю, будут как спикеры, то есть они спикеры и показывают свой пример, свою практику, да, то есть как бы сказать от регионов, потому что, да, форум два дня, спикеры, да, и мало было нам времени, мало. Да, реально, мы были так поглощены вот всем этим процессом, вот, то есть было очень мало времени, и хотелось бы больше увидеть практику. И решили, что, да, было вынесено предложение, вроде как бы организаторы нас поддержали, что в данном случае будет такой момент создан, и где каждый регион или там каждый это сможет выступить как спикерам и предоставить, да, 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 в зуме там, и что-то, ну, небольшие видео, и будет это у нас собираться практику, да, и делиться, и, возможно, какие-то совместные потом региональные гранты или проекты. А вот вы сказали, что, да, там, одни регионы такой выстроенной системой, грубо говоря, похвастались, другие то, что у них есть праздник. Ульяновская область со своими мерами поддержки, со своей программой, ну, там, нацеленной на многодетные семьи, как выглядел на фоне остальных? Вот знаете, Ульяновская область отличилась, да, нет, действительно, нас даже организаторы похвалили, то, что мы очень хорошо вышли на контакт, на работу вот этого форума, нас очень поощрили, ну, как бы сказать, прям примером поставили, что мы сплоченные, что прям очень много сразу работ отправили на данный конкурс лучшей практики региона, да, то, что, ну, как бы, организованы, и все, ну, давайте уж не будем мытаивать, у нас, по-моему, в регионе 35, по-моему, мер социальных поддержки, то есть региональных, это больше, чем где-то либо. Да, есть проблемы, кстати, когда я, ну, вообще, как бы обсуждали или что-то еще, у многих такие же проблемы с участками, с земельными, с выделениями, то есть проблемы есть у всех, да, которые должны быть. Ну, как бы сказать, есть даже предложение, да, нас Саратов, как бы сказать, пригласил, говорит, что давайте запланируем встречу по обсуждению или что-то еще, мы, конечно, согласились, вот, надеемся тоже работать, потому что они, в принципе, не очень далеко, вот, тоже, да, есть какие-то проблемы, и они приглашили, то есть поделиться опытом, и, может, где-то что-то, может, как-то обоюдно найдем какие-то решения наших вопросов, проблем. А вот, кстати, уже непосредственно, может быть, в процессе общения, вот этого взаимодействия, обмена опытом, может быть, уже удалось какие-то вопросы решить, то есть, например, какой-то регион выходит и говорит, слушайте, у нас вот есть такая проблема. Ребята такие, а мы ее решили вот так, забирайте, пользуйтесь. Смотрите, знаете, честно скажу, были такие регионы, где, например, они оказывают юридическую помощь по всей России. Да, и мы, например, не все знали, они обращаются, они говорят, мы вот приходим, то есть они рассказывали нам, вот мы готовы, если что, обращайтесь, мы готовы помочь, и все, третье-десятое. Реально очень сильные, ну, люди приезжали очень сильные, очень активные. Вот, было очень много информации, да, то есть то, что они как бы предлагают, давайте, обращайтесь, вот, все, в принципе, мы этим занимаемся, мы готовы взять еще больше, и тем более наш проект на всю Россию, обращайтесь. Мы, да, многие не знали, поэтому мы привезли все эти, все это, как бы сказать, эти, ну, много собирали информации, много обсуждали, пометочки себе ставили, что мы хотим, там, какие-то еще мероприятия, то есть что-то проходит. Ну, понятно, что это очень интересно, полезно, и... А что-то уже подсмотрели? Вот мы похвастались практиками. Понятно, что Ульяновск оказался самым вот практикующим. У нас есть прямо целый ворох. А что-то запомнилось вам, вот, что бы хотелось привнести? Что да, что пора у нас внедрить. Внедрить, да. Кроме праздника. Ну, кроме праздника, да. Может быть, действительно какой-то вот. Вот смотрите, я не знаю, вот в Саратове, по-моему, у них тоже есть такая практика, когда один раз в месяц, там, при определенный день, там, вот эти медицинские клиники, они выделили определенный день, где они ведут бесплатный прием, то есть многодетных семей, там, я не знаю, семей с детьми, или как там немножечко момент, то есть вот как бы я знаю, что вот ведут бесплатный прием, то есть, потому что женщина должна следить за собой. У нас как раз Татьяна Федоровна Аюбова, да, тоже, она тоже внесли как бы от Ульянской области несколько предложений, в том числе как раз вот по медицинскому осмотру, да, да, тоже, чтобы вот это было внесено в планы, там, или как-то еще, чтобы это делалось как-то бесплатно, я не знаю. Ну, здорово, потому что, да, любая мама ребенка ждать не будет один раз в месяц, она поведет сразу, а на себя все время не хватает времени. Было принято предложение, конечно, ну, это вся наболевшая тема, это когда, почему в Москве, да, многодетная семья считается, когда самым младшим ребенку исполнится 18 лет, а у нас вот самому старшему 18 исполняется, и все, и семья делается не многодетной, хотя там еще есть маленькие детки, вот. Поэтому было внесено предложение, чтобы, например, пересмотреть и на федеральном уже уровне, да, сравнять, как бы сказать, всех многодетных. Ну, действительно, он хоть и самый старший уже выпрыгнул из гнезда, а двое-то еще растут, если трое только, да, растут, растут и растут. Да, поэтому в данном случае вот было такое предложение, услышанно, предложено. Там же были также представители Москвы, где тоже там по бесплатному проезду для второго родителя, то есть для папы, чтобы, если, например, мама не может, то чтобы бесплатно папа тоже мог по общественному транспорту продвигаться. Да, а то, что отцы. Да, там очень много было, да, но я, как бы говорю сейчас простым это языком, то есть было все у нас озвучено, то есть разные моменты. Ну, вообще, в принципе, в голове сейчас вот очень большой объем информации, да, учитывая, что... А вот теперь вот эту всю информацию, ее как-то надо теперь организовывать такое внутриульяновское мероприятие, чтобы всем все рассказать? Обязательно, да. Смотрите, вот как раз ехал сюда, вот мы сейчас как раз согласовывали с Желтовой Ольгой Владимировной и с Егоровой Славом Владимировной, потому что куратор моего проекта «Большие дела больших семей», вот, и, соответственно, мы как раз сейчас организовываем то, что постараемся в ближайшее время собраться, то есть Саева Наталья Сергеевна, чтобы все у нас кто-то собрались, все, кто в Вишкае мы были, Татьяна Федоровна, вот, Скорсунского района, да, чтобы все приехали и уже все вместе, каждый, ну, поделился теми работами, то есть привести вот эти раздаточные материалы, все практики, все набросать, законспектировать, приблизительно поделиться опытом, да, дать координаты, связи, какие-то возможности, то, что мы получили, и, конечно, обязательно все это во время встречи, ну, да, отдать, ну, как бы сказать, поделиться этой всей полезной информацией и посмотреть, что действительно мы можем сделать еще и в нашем регионе, то есть что может быть какая-то из практик полезной для нас, вот, поэтому я думаю, ну, я точно знаю, точно даже знаю, что эта встреча будет, вот, более подробно и конкретно нам уже сообщат, я думаю, всем будет известно. Ну, как раз сейчас такое, надо немного времени, чтобы прийти в себя, разложить у себя по полочкам, да, все по полочкам, тем более, опять-таки, сколько не было тут сейчас, дети прибежали, наверное, мама, что, как, мы-то, в общем-то, тут скучали, наверное, да, 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 здесь. Ну, а как все успеть? Как успеть быть общественным деятелем, многодетной мамой, а сейчас вот еще организовать других мам и попробовать какие-то общими усилиями выработать новые предложения и вынести их на уровень региона и сказать, «Здравствуйте, нам тоже надо, мы тоже хотим», как вы успеваете? Да, ну, в принципе, само у нас уже как-то получается, налаживается общественная деятельность и семейный досуг, да, например, если сегодня поехали розы, да, сажать, ну, муж, как всегда, опорой, помощи, помощник, все, 30-е, ему лопату, а девчонки старшие и младшие, то есть кто-то в школе, а кто свободный, они составили нам компанию, там, розы принесли, помогли, и тем не менее обычно все равно же, вот я и говорила, в парке прибрежья, да, детки были с нами, в семье пришли, ну, детки же, и поучаствовали в кормушке, покормили птичек, и плюс досуг у них, они на крусерке покатались. В многодетной семье у каждого четко своя есть роль и своя обязанность, в этом, наверное, секрет успеха. Да, и когда, может, какие-то дела, мы обыгрываем и получаем, что, как бы, с одной стороны, совмещается приятно с полезным. Вроде поиграли, а сделали полезное дело. Ну что ж, спасибо большое за интереснейшую беседу, теперь, наверное, ждем вот этого внутрирегионального мероприятия, потому что интересно все-таки, как у нас дальше будет выстраиваться эта работа с многодетными семьями. А телезрителям напомню, что этим утром у нас в гостях была председатель общественной организации «Многодетное счастье» Лилия Журавлева. Ну, а мы двигаемся дальше. Ну что ж, а теперь к ученым, которые рассказали, как надо ходить, чтобы быстро терять жир. Сразу хочется сказать, наверное, надо быстро ходить. Ну да, не только быстро ходить, и не просто быстро ходить. Не буду спойлер давать, а сейчас обо всем по порядку. Обычную ходьбу многие медики считают одним из самых эффективных способов поддержания хорошего здоровья. Часто можно слышать об условной норме в 10 тысяч шагов. Согласно последним данным, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и 5-7 тысяч шагов в день. Чтобы добиться максимального эффекта от пеших прогулок, в том числе для фигуры, недостаточно просто быстро ходить. Отметили американские исследователи, гораздо эффективнее ходить, постоянно меняя темп. В этом случае можно говорить о повышении уровня метаболизма на 20%. Если сохранять темп ходьбы, при котором частота пульса будет 57-63% от ваших максимальных показателей, то жир будет сжигаться эффективнее. Максимальные показатели, например, для 48-летнего человека от 98 до 108 ударов в минуту. Ну это то есть надо ходить и замерять пульс еще? Вот так ходить? Ну да. Можно так, можно часики специальные надеть. То есть а просто так уже не пойдешь? Будет неполезно? Вдруг я не под тот пульс шагаю? Будет полезно, но не так эффективно. Как все сложно? Специально для таких людей, наверное, как я, специалисты перечислили ряд ошибок, которые люди часто допускают во время ходьбы. Среди них ношение тесной обуви из жесткой подорсвой, неравномерно распределенный вес, например, рюкзак на одном плече и наклон корпуса вперед. Отмечается, что ходить нужно, ставя ногу на пятку, а затем перекатываться на носок. Медики предупреждают, что чрезмерная физическая активность требует предварительного согласования с врачами. А в нашей рубрике «ЗОЖ» о чрезмерной нагрузке речи не идет. Все в меру. Предлагаю убедиться в этом прямо сейчас. Доброе утро! Меня зовут Андриана Ваня. Я являюсь фитнес-инструктором. И сегодня предложу вам несколько упражнений для спины около стены. Эти упражнения помогут вам улучшить осанку, повысить подвижность позвоночника и лопаток и, конечно же, улучшить самочувствие. Давайте начнем. Пятки, голени, ягодицы, лопатки и затылок прижимаются к стене. Начинайте вытяжение макушкой вверх. Представьте, что над вами потолок, и вы пытаетесь дотянуться макушкой до стены. Со вдохом тянетесь вверх, с выдохом расслабляйтесь. Еще раз. Вытянулись вверх, расслабляйтесь. Еще раз. Вдох, потянулись, выдох, расслабляйтесь. Движение может быть визуально незаметно, но вы его четко чувствуете. Еще вверх, выдох. Не отрывайте ни затылок, ни лопатки от стены. Еще сделаем два раза. Еще один. Отлично. Идем дальше. Отступите от стены несколько сантиметров. И прижмите всю спину. Крестец, поясничный отдел, лопатки и затылок к стене. Хорошо. Со вдохом начинайте движение руками вверх. Старайтесь не отрывать спину от стены. С выдохом опускайте вниз. Еще. Вдох, поднимайтесь вверх. Выдох, вниз. Продолжайте движение. Снова вдох. Выдох. Помните про положение спины. Еще несколько раз. Следите за надплечием. Ни в коем случае не поднимайте надплечи вверх. Сделаем последний раз. И выдох. Отлично. Идем дальше. Встаньте боком к стене, прижмите плечо. Вытяните одну руку и прижмите ее к стене. Снова со вдохом раскрытия. Выдох в исходное положение. Вдох. Раскрылись. Выдох в исходное положение. Еще сделаем два раза. И последний. Хорошо. Нужно повторить на другую сторону. Обязательно вытягивайтесь макушкой вверх. Со вдохом раскрывайтесь. Держите таз в одном положении. Таз не уходит вслед за рукой. Провожайте взглядом рабочую руку. Хорошо. Еще один раз. Вдох. И выдох. Хорошо. Идем дальше. Встаньте лицом к стене. И опустите руки. Поставьте руки на стену. Отведите таз назад. И прогнитесь в грудном отделе. Почувствуйте вытяжение в спине. И плечевых суставах. Оставайтесь здесь некоторое время. И старайтесь находиться без напряжения. Дышите. Дыхание спокойное и свободное. Останемся еще здесь. Еще четыре. Еще три. Еще два. И один. Аккуратно поднимитесь вверх. И встаньте вплотную к стене. Прижмите плечо. И раскройте грудной отдел. Выталкивайте плечо назад. И отталкивайтесь рукой от стены. Происходит вытяжение грудной мышцы. Зафиксируйте это положение. И расслабьте мышцы груди. Еще три. Еще два. Один. И поменяем сторону. Снова прижимаем плечо. Отталкивайтесь рукой от стены. И раскрывайте грудь. Снова вы чувствуете натяжение грудной мышцы. Если натяжение ослабевает, вы можете толкаться чуть больше. Не задерживайте дыхание. И расслабляйте мышцы. Еще три. Еще два. Еще один. Отлично. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Если упражнения были вам полезны. А завтра вы увидите упражнения для улучшения гибкости в теле. Всего хорошего. Хорошего дня. В Ульяновской области формируется реестр родников для благоустройства в 2022 году. Вопросы о восстановлении источников питьевой воды обсудили на штабе по комплексу развития региона на минувшей неделе. Программа благоустройства родников в Ульяновской области действует более 10 лет. Ежегодно приводится в порядок более 50 источников питьевой воды, которые используются населением для, собственно, питьевых нужд. Так, благодаря госпрограмме охраны окружающей среды и восстановлению природных ресурсов Ульяновской области, на обновление родников в 2021 году выделено 2 миллиона 400 тысяч рублей. Всего в текущем году будут благоустроены 29 родников. На сегодняшний день выполнены работы в Кузоватовском, Николаевском, Меликесском, Вишкаемском, Сурском, Новомалеклинском, Радищевском, Старомайнском, Цельнинском, Барышском и Базарно-Сызганском районах. Ну, кроме того, силами лесничества и арендаторов лесных участков приведены в порядок 20 источников. А сегодня в регионе формируется список родников для благоустройства уже в следующем 2022 году. Заявки оформляются в том числе с учетом обращений населения. Несомненно, одним из самых красивых уголков Национального парка Сенгелеевские горы, да и всей Ульяновской области, являются Арбугинские холмы. Территория представляет собой овраг, глубоко врезанный в северо-восточный склон так называемого Криушинского или Шиловского мыса, а станца высокой равнины с абсолютными отметками 177 метров над уровнем моря. На западе по подножию степных склонов протекает река Арбуга, а восточные отроги гор омывают воды Куйбышевского водохранилища. Основу растительного покрова Арбугинской долины составляют различные типы степей. Их распределение зависит от экспозиции склонов и условий увлажнения. По самым крутым склонам Южной экспозиции распространены каменистые степи и открытые меловые и мергелистые обнажения. На ровных участках и пологих склонах с недостаточным увлажнением располагаются степи, где доминирует ковыль-волосатик или тырса. В условиях лучшего увлажнения по склонам Северной экспозиции распространены луговые разнотравные степи, а также сохранились почти исчезнувшие в области кустарниковые степи. Сенгелеевские горы имеют важнейшее значение для сохранения редких видов флоры и фауны Ульяновской области, многие из которых занесены в Красную книгу региона и России. Благодаря широкому развитию кальциевых ландшафтов в долине реки Арбуге – место произрастания большого количества редких эндемичных и уязвимых видов растений. В свою очередь с кальцифильной растительностью связаны многие группировки насекомых. Пойму реки Арбуга облюбовал солнечный орел или орел-могильник. С другой стороны водораздела на Волжском склоне гнездится самый крупный пернатый хищник нашего региона – орлан-белохвост. Ниши, образованные в результате разрушения меловых пород на склоне Арбугинской долины, используют для выведения потомства редкий пернатый хищник – филин. Основной корм этого ночного хищника – сурок-байбак в обилии обитающей на степных склонах долины. Первое упоминание об Арбуге мы находим в заметках Адама Алиария, известного немецкого путешественника, географа, историка, математика и физика XVII века. 22 августа 1636 года Алиарий в путевых заметках пишет, что гора получила свое название от города Арбухим, находившегося здесь, и повсюду видны были знаки и следы стоявших тут некогда городов и деревень, которые были разрушены во время войн Тамерланом. Он же поведал легенду о камне. Здесь с реки между двумя холмами виден на суше большой камень длиной с 10 локтей. На одной стороне его, как говорят, высечены слова. «Если ты меня поднимешь, добро тебе будет». Когда однажды русский струк на этом месте из-за противного ветра должен был встать на якорь, 50 человек, полагая найти здесь большой клад, принялись за камень, с большим трудом подкопали его, перевернули, но ничего не нашли, кроме надписи, высеченной на нижней стороне камня. Чего ищешь, ничего не положено. Владимир Николаевич Поливанов в 1900 году писал, по преданию, Арбухим был основан татарским князем Арик-Бугою, бежавшим из Орды и поселившимся здесь в 1377 году. Крестьяне рассказывают, что в этом городке прежде находили много металлических вещей, оружия, женских украшений, конской сбруи, также вырывали и выпахивали на этом месте много глиняных изделий. Нынешние археологи склонны думать, что город Арбухим все-таки располагался в левобережье реки Арбуги, а на горе было построено временное укрепленное поселение. Главным аргументом за эту точку зрения выступают сильные ветра. Здесь же, в районе сел Крестово-Городище и Криуши, находилась древняя и очень известная переправа через Волгу. Название села Криуши произошло от Кривуля-Кривуша, изгиб реки или Старицы, крутая излучина долины. С конца XVIII века в окрестностях села в удобном Волжском затоне появились небольшие предприятия по ремонту судов. Со временем здесь было налажено изготовление барж. С появлением пароходов Криушинский затон стал собственностью пароходной компании «Волжская», которая построила здесь крупную пристань для зимовки судов, службы по ремонту и строительству пароходов, двигатели для которых привозили из-за рубежа. С образованием Куйбышевского водохранилища судоремонтное предприятие было перенесено на новое место и превращено в судоремонтный и судостроительный завод. Арбугинские холмы стали одной из визитных карточек национального парка «Сингелеевские горы». Вид на закатное небо, открывающееся с вершины холмов, невероятно притягательный. Увидев это однажды, несомненно, захочется вернуться сюда снова. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Все возможные эпидпороги превышены, побиты прошлые рекорды по заболеваемости. И на этом коронавирус, похоже, останавливаться не собирается. В Ульяновске на этой неделе количество заболевших впервые превысило четыре сотни. Ситуация накаляется и в других регионах Приволжья. Например, Мордовия на этой неделе вышла из рамки в 100 заболевших и активно идёт к двум сотням. «Мы потеряли близких, мы потеряли друзей, мы теряем в республике целые семьи, когда умирает жена, муж, сын. Мы каждое утро начинаем со звонков «помогите, переведите, спасите». И едут спасать. Кого-то оставляют лечиться дома, в особо тяжёлых случаях госпитализируют. И тут возникает другая проблема. Коечный фонд больниц нерезиновый. Правительство считает, пришло время жёстких мер и принимает решение ввести антиковидные каникулы с 30 октября по 7 ноября. Главный вопрос сейчас – превратятся ли выходные в полный локдаун, как это планируется в Москве. В Кирове полностью изолироваться не готовы. Мы надеемся, что это будет касаться бюджетных государственных учреждений и тех предприятий, которые работают по графику 5 на 2. Мы надеемся, что это так же, как и было летом, не коснётся тех предприятий сферы услуг, торговли, общественного питания. Что ждёт ульяновцев, пока неизвестно. Своё решение об ограничениях в нерабочие дни глава региона Алексей Русских примет в начале следующей недели. А пока в области будут действовать правила, установленные ранее, но с новыми поправками. Первое касается запрета на полное проведение региональных и межрегиональных спортивных соревнований. Поэтому у нас остаётся только проведение федеральных мероприятий. Следующее очень важное предложение, поддержанное губернатором от Роспотребнадзора – это устранение возможности посещения так называемых фудкортов. Больше ничего закрывать пока не планируется, но доступ во многие заведения ограничивается для непривитых граждан. С 1 ноября QR-код станет ключом доступа в торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы и другие людные места. В спортивных объектах Саранска новая система уже заработала, но ещё не прижилась. Дело в том, что некоторые не видят для себя даже выхода. Допустим, у нас достаточно большой процент мам, у которых младенцы, у которых медотвод в связи с тем, что они кормящие мамы. А никаким документом сейчас не регламентируется пропуск людей с медотводом. Всё, куда доступ изолировать нельзя, подлежит дезинфекции. В Ульяновске обязательные гигиенические процедуры проводят для всего общественного транспорта. Особое внимание уделяется местам, с которыми больше всего контактируют пассажиры. А в Мордовии вернулись к дезинфекции подъездов. В республике считают, что такая мера поможет сдержать распространение вируса. В связи с пандемией мы ежедневно обрабатываем лестничные клетки, перилы обрабатываем, ящики почтовые обрабатываем, подоконники обрабатываем. Ежедневно обрабатываем хлорсодержащими растворами. Но всё это бесполезно, пока усилия сознательных граждан будут сводить на нет антипрививочники, антимасочники и ковид-диссиденты. Тревожно, но заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти в арифметической прогрессии. 78 миллиардов рублей расходов, что на 2,2% больше показателей текущего года. Доходов 73 миллиарда, дефицит 5. В областном правительстве обсуждали проект бюджета 2022 года. Он остаётся социально ориентированным. Более 70% расходов, а именно 54 миллиарда, направит на соцсферу. По сравнению с текущим годом на 8 миллионов больше. Основные расходы – это рост заработной платы, это рост мер социальной поддержки. Меры социальной поддержки населения, например, составят почти 15 миллиардов рублей с учётом федеральных средств. И основной рост произойдёт именно за счёт областных средств, которые составят на следующий год более чем 12 миллиардов рублей. Традиционно бюджет программный, то есть все расходы увязаны с целями и задачами социально-экономического развития области и будут выполняться поэтапно, шаг за шагом. Одно из важнейших сфер здравоохранения профинансируют на 12,5 миллиардов рублей, благодаря чему закупят новое оборудование для онкологических и кардиологических отделений. Продолжится строительство инфекционного корпуса областной детской больницы. Повысит зарплаты земским докторам и обеспечит необходимыми лекарствами пациентов. Проблемному направлению ЖКХ тоже особое внимание. Работ планируется много, а значит и деньги должны быть в запасе. Продолжение проекта «Оздоровление Волги» – это порядка 900 миллионов рублей. Это позволит нам завершить реконструкцию биологических очистных сооружений в правобережной части города Ульянска и приступить к аналогичному проекту в левобережной части города. На территории Ульяновской области в 2022 году будет реализовываться 11 национальных проектов, которые будут финансироваться в рамках госпрограммы. Всего на проекты уйдет 12 миллиардов рублей. Поддерживать регион будет и федеральный центр, от него поступит 18 миллиардов. И часть этих денег уже распределили. Но сумма не окончательная. Нам необходимо всем усилить свою работу с федеральным центром для того, чтобы максимально привлечь в регион федеральные средства. По многим исполнительным органам власти уже сейчас эта работа проведена и очень неплохая. На уровне правительства проект бюджета одобрили. Теперь документы внесут на рассмотрение в законодательное собрание области, где цифры рассмотрят депутаты и обсудят целесообразность всех предложенных к обминам расходов. Строгий контроль общественности за работой небезызвестного областного завода «Гиппократ», который возобновил работу в октябре этого года. Опасное для экологии производство не должно влиять на окружающую среду, портить качество жизни жителей Муловки и убивать флору и фауну. Принимая это за основу, ульяновские общественники составили дорожную карту, где поэтапно прописали действия самих активистов и представителей завода. Участие в расчистке пруда «Красотка» на имтехнике для проведения вывоза всех видов домных отложений, перед приемкой домных отложений провести их биотестирование, то есть определить, отход это или не отход. Ликвидация барда-хранилища, мониторинг сброса сточных вод и строительства локальных очистных сооружений – то, чего так долго добивались жители поселка. Возведение строений начнется уже в этом году, завершат в 2023. Все это отражено в документе, подписанном Общественной палатой. Работы по сохранению здоровья и экологии проводятся и в других направлениях. Установка пароконденсатора и фильтров на выброс в атмосферу. Этот вопрос мы решили в прошлом году. Он был на контроле, то есть мы установили новые шиберные фильтры, и ежегодно проводится их ТО в случае выхода из строя и замены. Инициативная группа сообщает о нарушениях в Общественную палату. Здесь отрабатывают вопрос, выезжают на место с проверкой. Такой был первоначальный план. Однако от таких полномочий инициативная группа местных жителей отказалась. Тем не менее, руководство завода пообещало не допускать впредь утечек барды, следить за состоянием вод в прудах, откуда берется вода. Экологической катастрофы не допустят, тем более, что пока так квалифицировать события в Муловке эксперты не берутся. Мы видим нарушение некоторых участков экосистемы, но при устранении негативного фактора эта экосистема способна восстановиться. Поэтому в данном случае, с научной точки зрения, это явление мы можем интерпретировать как экологическое происшествие. На восстановление экосистемы, убитые отходами Гиппократа, уйдут годы. Но перспектива прежней здоровой экологии Муловки уже как позитивный фактор. Осенний, ответственный, финальный. Пусть в пятницу, но субботник, которого с нетерпением ожидал не только Николай Колесников. Подавляющее большинство сотрудников «Авиастара». Душа радуется, нормально, все хорошо, прекрасно, погода хорошая. Ребята вышли как вот с энтузиазмом, что ли. Было больше желающих, но у нас серьезная производственная программа, у нас очень высокая загрузка, вы знаете, и поэтому не всех смогли отпустить на субботник. Мусор убрать, кустарники постричь. Словом, чтобы все было в порядке, этот самый порядок навести совместными усилиями. Локация знаковая, парк Антонова, излюбленное место отдыха жителей нового города. И те самые дороги, ведущие к проходной предприятия. Приятное известие для сотрудников «Авиастара». Теперь тем работникам, которые проживают на правом берегу, добираться будет в разы комфортнее. Прямо здесь, напротив второй проходной, монтируют остановочный пункт. Вот видите, уже гравий подвезли и бордюр начали устанавливать. Так что в ближайшее время здесь появится комфортная остановка. Еще одна приятная новость, что эта территория включена в план благоустройства. И то есть мы понимаем, что и очень надеемся на то, что всю зиму эта территория будет убираться, снег будет очищаться. Добрая уборочная традиция на подхвате. Сегодня в Ульяновске на субботник вышли работники нескольких сотен предприятий и организаций. В помощь им 150 единиц спецтехники. Также у нас патронный завод выходит на территорию. Сквер патронного завода прилегающую территорию убирает. Марс активно участвует в субботнике. То есть крупные предприятия у нас все выходят. Управляющие компании, конечно, заняты придумаемыми территориями. Но также помогают уборки стек, называемых серых зон. Подготовить город к предстоящей зиме стремятся также сотрудники областного правительства, городских и районных администраций, управляющие компанией и просто неравнодушные ульяновцы. Самое главное сейчас активная жизненная позиция с их стороны. Ну и с нашей помощи активная. Также мы помогаем всегда, везде. И не только на одном доме. То есть мы периодически это делаем. Татьяна Домоданова и Бахтияр Салтанов. Репортер 73. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими, пассажирами, что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Ты входишь в группу риска инфицирования ВИЧ. Сейчас наблюдается активный рост впервые выявленных случаев в возрасте от 30 до 50 лет. Более 80% инфицируются половым путем. Оцени свой риск. Узнай свой ВИЧ-статус. Областной центр профилактики и борьбы со СПИД Ульяновск. Проспект Нариманово, 11. Супер цены в Светофоре. Кофе Якобс 200 грамм 243,90. Свинина на кости охлажденная 1 килограмм 219,90. Во всех магазинах Светофор Ульяновска, Инзы, Барыша, Кузоватова, Чудоклот и Димитровграда. В год книги в Ульяновской области национальный проект «Культура» открывает новые объекты. В районном центре Радищево модернизирована центральная детская модельная библиотека. Из федерального и муниципального бюджетов выделено 6 миллионов 250 тысяч рублей. Активные пользователи – дети всего района и даже иногородние. Технические возможности библиотеки дополнены зонами интеллектуальных игр, обучения, дискуссионных клубов, конференций, залом выдачи книг на дом с мобильными книжными стеллажами, ноутбуками. Запущены несколько новых социальных проектов. Добру откроем сердце, войдем в мир книги вместе, самая читающая семья. По данным сайта Гесметио, 25 октября в Ульяновске пасмурно, дождь. Температура воздуха по области ночью от 0 до плюс 4, днем от 1 до 5 тепла. В городе температура воздуха ночью плюс 1, 3, днем 2, 4 выше 0. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Итак, ученые подумали, что-то там посовещались. И знаете, что решили сделать? Оживить мамонта. Ну вообще, мечта оживить и выпустить в природу древних животных не дает ученым покоя давно, а мнение ряда специалистов, что такой трюк в принципе невозможен, энтузиастов только раззадоривают. Видел я один фильм по поводу древних животных, которых решили, значит, оживить, выпустить в дикую природу за вольерами, а потом там, чем все кончилось, муху... Не очень хорошо все кончилось. Но, тем не менее, возглавил новый поход за мамонтом американский профессор Джордж Черч, который озвучил эту идею еще в 2013 году. Именно тогда специалисты учились восстанавливать геномы исчезнувших видов по фрагментам древних ДНК. Первые успехи дали надежду, что еще немного и наука сможет заселить просторы Сибири с стадами мамонтов. Правда, многие авторитетные учетные отнеслись к идее этой весьма скептически. Но и начнем с далекой истории про клонирование. Классическая технология, которая применялась для клонирования овечки-долли, когда в яйцеклетку вставляют ядро живой клетки, для мамонта не подходит. Просто-напросто не хватает генетического материала. В мягких тканях мамонтов таких клеток нет. Казалось бы, на красивые идеи можно ставить точку. Но неугомонный Черчий сумел заразить этой идеей несколько бизнесменов. Которые, в свою очередь, скинулись и собрали на будущего мамонта 15 миллионов долларов. Правда, на первом этапе задача скромнее создать не самого мамонта, а его гибрид с ближайшим родственником азиатским слоном. Конечно, и в данном случае уже раздаются глаза скептиков. Дело в том, что такие гибриды, как правило, не жизнеспособны. Но другие специалисты опасаются, что даже в случае удачи энтузиасты столкнутся с серьезными этическими вопросами. Гуманно ли создавать животное, о биологии которого так малоизвестно? Если их выпустят на волю, то каковы будут последствия для экосистемы тундры, давно отвыкшей от этих гигантов? В общем, вопросов много, ответов мало. В любом случае, интересно наблюдать, что же будет дальше. А в нашем эфире дальше рубрика «Это интересно». Здравствуйте, меня зовут Людмила, я переписчик. Можно задать вам несколько вопросов по переписи населения. У каждого переписчика есть удостоверение, шарф и накидка с логотипом «Всероссийская перепись населения». На участке номер 2 надо взять информацию у 2593 человек, всем пяти переписчикам. У каждого план, это примерно по 500 жителей Муловки. А ваш адрес уточните? Ульянская область, Мелькевский район. Сколько человек всего проживает по данному адресу? Пять. Все данные вносятся в планшет. Вечером каждый переписчик делает синхронизацию, управляет в мониторинг, после которого я вижу, сколько человек и сколько домохозяйства они переписали. Если жителей по каким-то причинам не оказалось дома, переписчик придет еще раз. Конечно, в процессе возникает ряд трудностей, особенно в сельской местности. У меня в основном частный сектор. Очень много дворов, можно так сказать, домохозяйств, которые не имеют звонка. То есть очень сложно достучаться до людей. Много дворов, которые имеют собак, которые находятся без привязи. То есть невозможно попасть в данный дом. И на сегодняшний момент, за эти дни, очень часто, приходя к людям домой, получается такая ситуация, что люди находятся на карантере и не хотят общаться. То есть это тоже в данный момент, в период пандемии, большая проблема пообщаться с людьми. На каждого опрашиваемого необходимо порядка 15 минут. В каждой анкете 33 вопроса. Документы никакие не предоставляются. То есть вся запись, перепись и население идет только со слов участника переписки. А основные вопросы – это, соответственно, имя, фамилия, дата рождения, где человек родился, проживает ли на данный момент в данном населенном пункте, зарегистрирован здесь постоянно или временно. То есть его национальная принадлежность, его образование какое, где работает в данном населенном пункте, либо выездной человек. Люди идут на контакт, пока никто не отказывался, отмечает Людмила Головина. На основании данных, которые мы передаем переписчику, строятся новые школы, детские сады, магазины, больницы. В общем, вся та инфраструктура, которая очень важна для нас, для каждого человека. Особенно как мама троих детей, это я прям подчеркиваю. Мне нужны места в детском саду, в школе, ну и в больнице, соответственно. Перепись 2021 года отличается от предыдущих тем, что здесь впервые задействованы цифровые технологии. Человек получает выбор, каким образом предоставить данные о себе. Можно также через портал государственных услуг. На сегодняшний день у нас пока только 10 человек воспользуются этой услугой. Но все равно, как только началась перепись, я думаю, все-таки будет и больше. Через портал ГОСОК, а также в МФЦ. Напомним, всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Продолжаем эфир и продолжаем эфир модными советами о трендах, о моде. Ты бери ручку, записывай, пригодится. Что значит я записываю, а ты типа не будешь записывать, ты все знаешь. Я уже все знаю, я посмотрела заранее. Ну, сейчас вот мы все вместе посмотрим, потом Кате зададим пару вопросов и поймем, насколько она хорошо знает советы, которыми с вами каждое утро делятся в ведущей рубрике «Стиль». Доброе утро! С вами рубрика «Стиль» и я ее ведущая Дарья. Сегодня говорим о главном тренде этого сезона – кожаные брюки. С чем носить и как правильно подобрать? Кожаные штаны – это модный тренд этого сезона. Кого-то он может напугать, но на самом деле эта вещь очень универсальная. В дневное время его можно носить в спортивном образе, а вечером, надетые вместе с парой ботинок, на каблуках и блузой, они выглядят нарядно и стильно. Как носить кожаные брюки? Шесть простых, но очень полезных советов. Итак, правило первое – откажитесь от прилегающих брюк в пользу более свободных. Дело в том, что кожаные штаны облегающего силуэта не только подчеркнут достоинство фигуры, но и пусть маленькие, но недостатки. Поэтому, если выбор стоит между скини и более свободным фасоном, выбирайте второй вариант. Кроме того, обтягивающие брюки и леггинсы сейчас не самая трендовая вещь. Совет номер два – если вы все-таки выбрали кожаные скини, подбирайте верх правильно. Уравновесить силуэт поможет свободный верх рубашка, футболка, худи, свитер или джинсовая куртка, которая заканчивается там, где начинаются бедра. Совет номер три – не рассматривайте кожаные брюки как базу на лето. Все-таки кожа даже искусственная, материал плотный, он практически не пропускает воздух. А вот зимой, весной и осенью, то есть большую часть года, в брюках из кожи будет вполне комфортно. Четвертый совет – кожаные штаны простого кроя – лучший выбор. Брюки из кожи – это уже сам по себе акцентный вариант одежды, поэтому дополнительный декор или нестандартное решение по крою могут только помешать и перегрузить образ. Выделяющиеся ремешки, карманы, лампасы, цепи и другие детали будут лишними. Выбирайте максимально лаконичные кожаные брюки. Они и без вспомогательных средств сделают образ довольно заметным. Да и сочетать такие брюки с остальным гардеробом будет намного проще. Совет номер пять – пользуйтесь трендом 2020 года – кожаный Total Look. Кожа вошла в тренд еще в прошлых сезонах, а вот полностью кожаный образ – явление свежее. В обычном исполнении Total Look – это сочетание кожаных брюк и кожаной рубашки. Чтобы было проще и эффективнее, стилисты советуют выбирать эти вещи одного цвета. Совет номер шесть – кожаные брюки базовых цветов впишутся в любой гардероб. Цвета, на которые стилисты рекомендуют обратить внимание – это черный, бежевый, глубокий, бордовый, милитари-зеленый, шоколадный. Брюки таких цветов вполне могут стать базовыми, а вот со слишком яркими оттенками кожаных брюк нужно быть осторожнее. Несмотря на то, что кожаные брюки считаются одним из атрибутов байкерского стиля, они отлично вписываются в различные образы, которые далеки от брутальности. Главное правило сочетания таких штанов с другими предметами гардероба – единство и борьба противоположностей. Сочетание гладкого и шершавого, холодного и теплого, темного и светлого, тяжелого и легкого. Наденьте кожаные брюки с незамысловатым топом, удлиненным блейзером и модными лоферами. Такой образ отлично подойдет для рабочей обстановки. Брюки из кожи, простой жакет, легкая рубашка и туфли-лодочки позволят выделиться из общей массы офисных работников и выйти за рамки дресс-кода. Если же вы хотите выглядеть элегантно, подберите шелковую белую блузу вместо топа. Идеальный вариант для холодного времени года – сочетание кожи с шерстью. Вы можете надеть джемпер, пулловер, свитер или модное пончо вместе с кожаными брюками. Такой наряд всегда выглядит стильно и женственно. Невероятно и в то же время элегантно штаны смотрятся в сочетании с белой или черной полупрозрачной блузкой. Можно заправить ее за пояс или носить на выпуск. Оставайтесь в тренде, носите брюки с удовольствием. Это была рубрика «Стиль» и я ее ведущая Дарья. До новых встреч! Доброе утро! Мы продолжаем. У нас сегодня интересная и очень социально важная тема. И тема после вот… Вот о таких героях хочется говорить. Мы гордимся, что живем с ними в одном городе, в одной области. Ведь они нас прославляют своими чудесными делами. Ну и в любом случае понедельник надо начать с чего-нибудь полезного. И доброго. И доброго, да. Поможет нам в этом Лилия Журавлева, председатель общественной организации «Многодетное счастье». Лилия, доброе утро! Доброе утро! Ну давайте начнем с того, с чего начинается ваше многодетное утро? Ну, с детей, с семьи. С чего оно может начинаться наше? Многодетное утро начинается с детей. То есть всех собрать, кого куда отправить? Ну, в садик, да, конечно, поднять, накормить, позавтракать, собрать, отвезти. И потом так же. А потом есть момент выдохнуть-то? Или дальше сразу? Ой, я не знаю. У меня так несколько дней не было, поэтому меня Ульяна скретила, как говорится, да здравствуйте, что дел одновременно. Ну вот не было. Почему у вас не было? То есть где мам? Почему мама оставила детей и поехала на очень социально, ведь значимое мероприятие? Конечно, нашу организацию, как бы одну из нескольких, была возложена такая важная миссия – представить регион. Дело в том, что наша организация «Многодетное счастье» писала проект «Большие дела больших семей», который включал очень много себя. То есть там и вещевая помощь, и турслеты, и экскурсии, и разные виды мастер-класса, и творчества. И тем не менее, то есть очень разносторонняя посадка деревьев, очень много там было включено пунктов. И мы, данный проект был отправлен у нас на конкурс «Лучшие практики региона». И вот так получилось, что мы победители, у нас есть награды, теперь привезенные вот с Москвы, победители «Лучшие практики региона». Нам есть чем гордиться. И в данном случае я была в Москве, представляла наш регион, и еще плюс участвовала в форуме. То есть российский форум «Многодетная Россия», где было очень много интересного, очень много позитивного, очень много знакомств, очень много людей, которые были близки нам по духу. Огромное прям огромное спасибо организаторам, кто организовал такой форум. Это очень большой труд. Нас все собрали. Работа спикеров была очень замечательной. То есть когда люди делились своим большим опытом с нами, как, что, где лучше, по маркетингу. Разные сферы были, разные спикеры. Даже по проектам, там пять каких ошибок допускают, поделились опытом. Вот что запомнилось, для примера, что действительно привезли в наши регионы, можно попробовать это внедрить в «Многодетные семьи». Знаете, очень много было всего. Вот если честно сказать, сейчас, может быть, даже не перечислить, потому что кто-то делился такой сплоченной работой губернаторов, депутатов и всех. То есть выстроенная система. Да, выстроенная система. Они говорят, у некоторых даже есть определенный день многодетных семей, то есть как праздник, праздничный день, где они там, например, определенный ряд мероприятий проводят в этот день, то есть они его празднуют, прям день многодетных семей. Мы, кстати, выступили, там тоже было предложение внести и сделать его таким значимым. Ну, день отца же сделали, может быть, день многодетных семей, день мамы. Да, все давно пора, давно пора делать все российские деньги. Поэтому очень понравились выступления работ, которые как бы сплочают и объединяют. То есть были предложения того, что вот мы как организация, да, ну, в своем роде получается, что каждая организация так или не так помогает благотворительно, да, там, вещевая помощь или еще что-то, обмен. Вот у нас тоже был, например, проект Скорсунского района, там, круговорот вещей в народе, да. У нас вот день обмена, то есть это определенный день, когда любой желающий может прийти и набрать вещи. То есть без ограничений, без каких-либо справок, все абсолютно бесплатно. Любой желающий просто приходит и набирает вещи. У нас, да, это помещение, есть и за Волгой для удобства кому, то есть и на правом берегу. За Волгой это в доме быта, а на правом площадь Горького дом 4. Вот такое мероприятие, оно классное, но нет ли каких-нибудь таких недобросовестных людей, которые... Нет, нет, нет. Вы знаете, я не знаю, может быть, мы открыты, и как бы сказать, и люди приходят, мы же все равно же видим, в помещение приходят люди, набирают. Может быть, если единицы, но я не знаю, мы как бы... Нам самое главное, люди пришли, забрали вещи, мы довольные, счастливые. Вот. Я вот к чему хотела сказать. То есть то, что несколько организаций, да, как бы называют по-другому, но, в принципе, это одно и то же. И поэтому было вот там в данном форуме тоже предложение, да, то есть, может быть, какие-то, ну, не именно прямо по этому направлению, а по какому-то другому, оказать помощь, объединиться. То есть сделать какой-то проект, да, там, или грант, или что-то еще. Межрегиональный? Да, да, выйти на межрегиональном. Плюс было предложение очень замечательное. Сейчас будем в Телеграме организовать, то есть, где будет каждый регион делать свое предложение. То есть вот как у них это проходит, делиться своим опытом. И они, как бы, в свою родину будут, как я понимаю, будут как спикеры. То есть они спикеры и показывают свой пример, свою практику, да, то есть, как бы сказать, Транслируют на всю Россию. Потому что, да, форум два дня, спикеры, да. Мало. И мало было нам времени, мало. Да, реально, мы были так поглощены вот всем этим процессом. Вот. То есть было очень мало времени, и хотелось бы больше увидеть практику. И решили, что, да, было вынесено предложение, вроде как бы организаторы нас поддержали, что в данном случае будет такой момент создан, и где каждый регион или там каждый это сможет выступить как спикером и предоставить, да, 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 в зуме там, и что-то, ну, небольшие видео. И будет это у нас собираться практику, да, и делиться. И, возможно, какие-то совместные потом региональные гранты или проекты. А вот вы сказали, что, да, там, одни регионы такой выстроенной системой, грубо говоря, похвастались. Другие то, что у них есть праздник. Ульяновская область со своими мерами поддержки, со своей программой, ну, там, нацеленной на многодетные семьи. Как выглядел на фоне... Вот знаете, Ульяновская область отличилась, да, нет, действительно, нас даже организаторы похвалили, то, что мы очень хорошо вышли на контакт, на работу вот этого форума. Нас очень поощрили, ну, как сказать, прям примером поставили, что мы сплоченные, что прям очень много сразу работ отправили на данный конкурс лучшей практики региона, да. То, что, ну, как бы, организованы, и все, ну, давайте уж не будем отаивать. У нас, по-моему, в регионе 35, по-моему, мер социальных поддержки, то есть региональных, это больше, чем где-то либо. Да, есть проблемы. Кстати, когда я, ну, вообще, как бы обсуждали или что-то еще, у многих такие же проблемы и с участками, с земельными, с выдали. То есть проблемы есть у всех, да, ну, как бы сказать, есть даже предложение, да, нас Саратов, как бы сказать, пригласил, говорит, что давайте запланируем встречу по обсуждению или что-то еще. Мы, конечно, согласились, вот, надеемся тоже работать, потому что они, в принципе, не очень далеко. Вот, тоже, да, есть какие-то проблемы, и они приглашили, то есть поделиться опытом, мы, может, где-то что-то, может, как-то обоюдно найдем какие-то решения наших вопросов, проблем. А вот, кстати, уже непосредственно, может быть, в процессе общения, вот этого взаимодействия, обмена опытом, может быть, уже удалось какие-то вопросы решить? То есть, например, какой-то регион выходит и говорит, слушайте, у нас вот есть такая проблема. Ребята такие, а мы ее решили вот так. Забирайте, пользуйтесь. Смотрите, знаете, честно скажу, были такие регионы, где, например, они оказывают юридическую помощь по всей России. А, да, и мы, например, не все знали, они обращаются, они говорят, мы вот приходим, то есть они рассказывали нам, вот мы готовы, если что, обращайтесь, мы готовы помочь, и все, третье-десятое. Реально очень сильные, ну, люди приезжали очень сильные, очень активные. Вот, было очень много информации, да, то есть то, что они как бы предлагают, давайте, обращайтесь, вот, все, в принципе, мы этим занимаемся, мы готовы взять еще больше, и тем более наш проект на всю Россию, обращайтесь. Мы, да, многие не знали, поэтому мы привезли все эти, все это, как бы сказать, эти, ну, много собирали информации, много обсуждали, пометочки себе ставили, что мы хотим, там, какие-то еще мероприятия, то есть что-то проходит. Ну, понятно, что это очень интересно, полезно, и... А что-то уже подсмотрели? Вот мы похвастались практиками. Понятно, что Ульяновск оказался самым вот практикующим. У нас есть прямо вот целый ворох. Ну... А что-то запомнилось вам, вот, что бы хотелось привнести? Что-то, что пора у нас внедрить. Внедрить, да. Кроме праздника. Ну, кроме праздника, да, может быть, действительно какой-то вот. А вот смотрите, я не знаю, вот в Саратове, по-моему, у них тоже есть такая практика, когда один раз в месяц, там, при определенный день, там, вот эти медицинские клиники, они выделили определенный день, где они ведут бесплатный прием, то есть многодетных семей, там, я не знаю, семей с детьми, или как там немножечко момент, то есть вот как бы я знаю, что вот ведут бесплатный прием, то есть потому что женщина должна следить за собой. У нас как раз Татьяна Федоровна Юпова, да, тоже, она тоже внесли как бы от Ульянской области несколько предложений, в том числе как раз вот по медицинскому осмотру, да, да, тоже, чтобы вот это было внесено в планы, там, как-то еще, чтобы это делалось как-то бесплатно, я не знаю. Ну, здорово, потому что, да, любая мама ребенка ждать не будет один раз в месяц, она поведет сразу, а на себя все время не хватает времени. Ну, было принято предложение, конечно, ну, это вся наболевшая тема, это когда, почему в Москве, да, многодетная семья считается, когда самому младшему ребенку исполнится 18 лет, а у нас вот самому старшему 18 исполняется, и все, и семья делается не многодетной, хотя там еще есть маленькие детки, вот. Поэтому было внесено предложение, чтобы, например, пересмотреть, и на федеральном уже уровне, да, сравнять, как бы сказать, всех многодетных. Ну, действительно, он хоть и самый старший уже выпрыгнул из гнезда, а двое-то еще растут, если трое только, да, растут, растут и растут. Да, поэтому в данном случае вот было такое предложение, услышанно, предложено. Там же были также представители Москвы, где тоже там по бесплатному проезду для второго родителя, то есть для папы, чтобы, если, например, мама не может, то чтобы бесплатно папа тоже мог по общественному транспорту продвигаться. Да, там очень много было, да, но я, как бы, говорю сейчас простым это языком, то есть было все у нас озвучено, то есть разные моменты. Ну, вообще, в принципе, в голове сейчас вот очень большой объем информации, да, учитывая... А вот теперь вот эту всю информацию, ее как-то надо теперь организовывать такое внутриульяновское мероприятие, чтобы всем все рассказать? Да, смотрите, вот как раз ехал сюда, вот мы сейчас как раз согласовывали с Желтовой Ольгой Владимировной и с Егоровой Светлана Владимировна, потому что куратор моего проекта «Большие дела, больших семей», вот, и, соответственно, мы как раз сейчас организовываем то, что постараемся в ближайшее время собраться, то есть с Светлана Наталья Сергеевна, чтобы все у нас кто-то собрались, все, кто в Вишкае мы были, Татьяна Федоровна вот с Корсунского района, да, чтобы все приехали, и уже все вместе, каждый, ну, поделился теми работами, то есть привести вот эти раздаточные материалы, все практики, все набросать, законспектировать, приблизительно поделиться опытом, да, дать координаты, связи, какие-то возможности, то, что мы получили, и, конечно, обязательно все это во время встречи... Транслировать сейчас надо. Ну, да, отдать, ну, как бы сказать, поделиться этой всей полезной информацией и посмотреть, что действительно мы можем сделать еще и в нашем регионе, то есть что может быть какая-то из практик полезной для нас, вот, поэтому я думаю, ну, я точно знаю, точно даже знаю, что эта встреча будет, вот, более подробно и конкретно нам уже сообщат, я думаю, всем будет известно. Ну, как раз сейчас такое, надо немного времени, чтобы прийти в себя, разложить у себя... По полочкам, да, все по полочкам. Тем более, опять-таки, сколько не было тут сейчас, дети прибежали, наверное, мама, что как, мы-то, в общем-то, тут скучали, наверное. Да, 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 здесь... Ну, а как все успеть? Как успеть быть общественным деятелем, многодетной мамой, а сейчас вот еще организовать других мам и попробовать какие-то общими усилиями выработать новые предложения и вынести их на уровень региона и сказать, «Здравствуйте, нам тоже надо, мы тоже хотим». Как вы успеваете? Да, ну, в принципе, само у нас уже как-то получается, налаживается общественная деятельность и семейный досуг. Да, например, если сегодня поехали розы, да, сажать, ну, муж, как всегда, опорой, помощи, помощнику, все третий десятый ему лопату, а девчонки старше и младше, то есть кто-то в школе, а кто свободный, они составили нам компанию, там, розы принесли, помогли, и тем не менее обычно все равно же, вот я и говорила, в парке прибрежья, да, детки были с нами, семьи пришли, семьи, ну, детки же, и поучаствовали в кормушке, покормили птичек, и плюс досуг у них. Они на курсельке покатались. В многодетной семье у каждого четко своя есть роль и своя обязанность. Да, и когда, может, какие-то дела, мы обыгрываем и получаем, что, как бы, с одной стороны, совмещаясь приятно с полезным. Вроде поиграли, а сделали полезное дело. Ну что ж, спасибо большое за интереснейшую беседу. Теперь, наверное, ждем вот этого... Много работы предстоит. ...внутри регионального мероприятия, потому что интересно все-таки, как у нас дальше будет выстраиваться эта работа с многодетными семьями. А телезрителям напомню, что этим утром у нас в гостях была председатель общественной организации «Многодетное счастье» Лилия Журавлева. Ну а мы двигаемся дальше. Ну что ж, вот не такой уж и тяжелый понедельник у нас. Прекрасный понедельник. Замечательный понедельник. Хочется напомнить, друзья, заходите на сайт www.reporter73.tv. Там уже появилась вкладка «Викторина». Правильно отвечайте на все вопросы и становитесь участниками предновогоднего розыгрыша. Создаем новогоднее настроение уже сегодня, несмотря на то, что за окном осень. А может быть кто-то из них, не может быть, а точно станет победителем. Участниками-то будут все. А победить и выиграть потрясающий приз может каждый из вас. Чуточку внимания и везения, наверное, тоже чуточку. И самое главное, что ответы на все вопросы можно найти, внимательно посмотрев программы нашего телеканала. Ну а сейчас к праздникам. Все-таки 25 октября. День таможенника в нашей стране сегодня отмечается. А еще сегодня Международный день школьных библиотек. Всемирный день производителей пиццы. Международный день борьбы женщин за мир. И День работника кабельной промышленности. Тоже наша страна отмечает специалисты с праздником. Ребята, кабельная промышленность. Ну что, если вы пропустили программу нашего телеканала или решили поучаствовать в нашем розыгрыше призов, то, конечно, заходите на сайт по адресу www.reporter73.tv. Там все наши программы и наших коллег, конечно, тоже. Ну и не забывайте о номере телефона утренней редакции 30 50 73. На этом будем прощаться. Этим утром в студии для вас работали мы, Екатерина Терещенкова. И Владимир Гаврилов. До завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова